По мнению губернатора, спецподразделение поможет усилить борьбу с недобросовестными застройщиками, которые сначала привлекают деньги покупателей квартир, а после замораживают стройки. Все такие махинации должны пресекаться на самых ранних этапах, ставит задачу глава региона. Просто безнаказанность, к которой они тоже привыкли. С точки зрения и уголовного преследования, безнаказанность. Мы посадили один-двух, если дай бог посадили, а все остальные думают, они откупятся. Вот когда они перестанут думать, что они откупятся, значит, тогда мы найдем порядок. Я не против, чтобы мы были все в правовом поле. Но правовое поле они должны защищать не только застройщиков, горе застройщиков, но и дольщиков. Сейчас в краевом реестре находится около 60 объектов, сроки сдачи которых затягиваются. Такие проблемные стройки есть в 10 муниципалитетах, в том числе Анапе. Позиция главы курорта Юрия Полякова в данном вопросе однозначно. Прежде чем выдавать разрешение на строительство, необходимо тщательно изучить всю документацию застройщика и убедиться в его платежеспособности и добросовестности. Ну а по всем уже существующим долгостроям разработаны дорожные карты, ведется работа. У нас количество объектов на контроле МВК 13 объектов. 7 объектов, те, с которыми в районе 2017-2018 год можно решать вопросы, потому что у нас один объект в четвертом квартале сдается, следующий объект в четвертом квартале можем сдать, остальные объекты в течение 2018 года. Но у нас есть часть объектов, это в порядке пяти объектов, которые опроблемные. 20 октября мы собирались вместе с депутатами горсовета, приглашали всех застройщиков, которые работают здесь на территории Анапского района и предлагали им возможность принять какие-то инвестиционные предложения в этом плане. Кроме того, отныне в Анапе все новые инвестиционные соглашения в обязательном порядке должны предусматривать создание объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Ответственным лицам мэр Анапе поручил контролировать условия договоров на всех этапах.